Все силы мобилизованы, относятся это и к службе 103. В столице пополнился парк машин скорой помощи, а к диспетчерам колл-центра присоединились волонтеры. Эти меры были предприняты, чтобы исключить случаи долгого ожидания на линии. По возможности всем больным была оказана помощь и главное вовремя. На станции скорой помощи в Ташкенте нет мгновения на молчание. Многие процессы автоматизированы, что ускоряет работу диспетчеров. Жалобы от населения поступают разные. От легкого недомогания до серьезных проблем со здоровьем. В Екатеринском районе проживают 46 тысяч людей. Им оказывают помощь 6 бригад скорой помощи. До 16.00 с сегодняшнего дня было принято 38 вызовов. 7 людей были госпитализированы. Из них 5 с диагнозом ковид. Двое с пневмонией. На сегодняшний день в столице функционируют 254 бригад скорой помощи. К работе привлечены 180 операторов. Стоит отметить, что за последние дни уменьшается количество звонков, поступающих на службу 103. Причиной тому налаженная деятельность специальных поликлиник и мобильных бригад. У нас на подстанции работают 4 машины. Недавно добавили 2 машины еще. На сегодняшний день у нас заявок стало намного меньше. После того, как со стороны Хакимята открыли штат и номер, короткий номер 1134, после этого у нас заявок стало намного меньше. У нас все лекарства хватает. Но не везде деятельность бригад скорой помощи является показательной. До сих пор остается нерешенными ряд вопросов в этой службе. Нужно отметить, что в деле борьбы с ковид-19 ответственны не только представители системы здравоохранения, но также все министерства и ведомства страны. Продолжение следует...